Южный Кавказ. То, что сейчас происходит в Армении, очевидно направлено не только против России, но если осуществится, судя по всему, мечта Пашиняна и российская военная база будет заменена на американскую, это будет прямая угроза не только России, но и Ирану. Иран высказал свое отношение предельно жестко и понятно, но при этом в Иране проживает азербайджанцев больше, чем проживает в самом Азербайджане. То есть Иран очень хорошо осознает все вызовы Южного Кавказа и сложнейший клубок противоречий. Что может сделать Иран для того, чтобы в эту часть мира тоже пришло успокоение? Хорошо, я хотел бы, конечно, вот один момент сказать. В Иране у нас проживают различные национальности, и они в мире сосуществуют на протяжении истории вместе. И как раз азербайджанцы, как раз является исконно иранской национальностью. И вы знаете, да, что даже наш лидер, его светлость, верховный лидер Ирана, Айтолла Хаминей, как раз он из этой национальности. И они как раз являются хозяевами Ирана. Что азербайджанцы, что курды, лоры, что туркмены, что систанцы, все они являются частью великой иранской истории. И как раз даже, так сказать, столицы Ирана тоже менялись на протяжении истории. Это вот первый момент. Мы считаем, что этот регион является нашим регионом, и мы сами должны найти решение для существующих проблем. Вот в чем квинтэссенция этого вопроса. Иран, Азербайджан, Армения, Турция, Грузия, Россия. Мы являемся хозяевами этого региона. И мы не должны позволить, чтобы в нерегиональные страны они вошли бы в наш регион. Мы должны этого допустить. И они не могут для нас найти решение. А что, они нашли решение для Афганистана? Что они сделали с Афганистаном? А что, для Ирака они нашли решение? Сколько угнетенного народа Ирака они убили? А для Сирии что они, принесли решение? Они разрушили Сирию. А сирии. А сирии.